Всем привет, добро пожаловать на мой канал, продолжая серию видео уроков по созданию своего персонажа. В этом видео я расскажу вам, как дублировать глаз и отразить его на другую сторону со всеми готовыми анимациями. Покажу, как правильно распределить настройки параметров и физики. Это очень важно для тех, кто собирается потом экспортировать своего персонажа в YouTube Studio для последующей записи стримов или видео с трекингом лица. Если вы еще не видели мои предыдущие видео по созданию персонажа и его анимации, то я оставлю ссылку на плейлист в описании под этим видео. А мы начнем. Во вкладке деформера выбираем все части правого глаза с шифтом. Создаем для них деформер, который я назвала R-I. Как вы помните из предыдущих видео, мы не создавали для этого глаза сетку и анимацию. В данный момент я использую его только для того, чтобы отразить дублированный левый глаз на место правого глаза точнее. Выбираем только что созданный нами деформер для правого глаза. Вместе с ним выбираем деформер левого глаза, который мы создавали до этого. И создаем новый деформер, который я назвала Ice. Таким образом, оба глаза находятся в одном деформере Ice. Теперь раскрываем все деформеры левого глаза и выбираем все его части со всеми деформерами. Нажимаем Ctrl-C. Выбираем главный параметр Ice в окне деформера и нажимаем Ctrl-V. Таким образом, мы дублировали левый глаз и теперь можем свободно его перемещать. Нажимаем правой кнопкой мыши на глаз персонажа и в открывшемся окошке выбираем Reflect. У вас откроется окно настроек отражения. Выбираем параметры, которые мы хотим отразить. В этом случае нам нужно выбрать только Eyeball X, поскольку ничего другого отражать не нужно. И нажимаем ОК. Если вы все сделали правильно, то глаз отразится на другую сторону без проблем. Но если глаз отразился на месте и не переместился на сторону правого глаза, то проверьте, что все деформеры глаз и их части находятся в основном в деформере Ice. Этот деформер нам необходим только для того, чтобы сохранить симметрию и правильно отразить глаз. После того, как вы отразили левый глаз, вы можете удалить правый или скрыть его во вкладке Part. Тут я перепроверяю, что ключевые кадры работают правильно и проверяю работу физики. Идем дальше. После проверки необходимо будет настроить правильно ключевые кадры и настройки физики, таким образом, чтобы анимация применялась на каждый глаз отдельно. Например, анимация моргания должна быть отдельной для левого и для правого глаза. В этом случае мы не меняем только параметр вращения глаз. Сейчас я покажу вам, что я имею в виду. Для начала, для удобства, стоит переименовать все части глаза, а именно, приписать к ним букву R или L заменить на R, в зависимости от стороны, на которой располагается глаз. Сделать это можно на вкладке Инспектор в строке Name. Не забудьте нажать на Enter, чтобы подтвердить результат после того, как вы поменяли название. После того, как вы все переименовали, приступим к переносу наших параметров с ILOpen на IROpen. Поскольку для анимации моргания мы не создавали никакие деформеры, выделяем те части глаза, которые непосредственно участвуют в анимации моргания, заодно и анимации глаз во время улыбки. После выделения кликаем кнопкой мыши на пустое пространство между ключевыми кадрами на параметре ILOpen. Справа появится стрелочка вниз, нажимаем на нее. Здесь необходимо выбрать последний вариант Change и выбираем параметр, на который мы переносим все наши кадры с предыдущего параметра ILOpen. Поскольку у меня выбран параметр ILOpen, я переношу все кадры на IROpen и нажимаю ОК. Обязательно проверяйте анимацию, чтобы избежать вот таких моментов. Я не переместила ресницы и теперь при движении правого глаза они не работают. Для того, чтобы это исправить, нам необходимо выделить ресницы на панели Deformer, кликнуть в пустом пространстве между кадрами на параметре ILOpen, нажать на стрелочку справа и выбрать Change. Точно так же у вас откроется окошко с выбором, выбираем IROpen и нажимаем ОК. Снова проверяем, что мы перенесли на этот параметр все кадры и идем дальше. Теперь нам необходимо перенести кадры с IRSmile на ILSmile. Поскольку я изначально создавала ключевые кадры не в ILSmile, а в IRSmile, я переношу кадры левого глаза в параметр для левого глаза. Выделяем все мыши с одной стороны, связанные с анимацией ISmile, кликаем мышью на этот параметр, нажимаем на появившуюся стрелочку и выбираем Change. Поскольку я выделила мыши, у которых в названии есть буква L, что означает левая сторона, я выбираю параметр в появившемся окне, который называется ILSmile, и проверяю, как работают анимации. Если все ОК, то идем дальше. В прошлом видео я забыла упомянуть, что в параметре ILOpen по умолчанию выставлены неправильные значения ranges. То есть центральный кадр показывает 0,5, а не 1, как это обычно бывает. Из-за этого при сбросе модельки к дефолту программа сбрасывает кадр на единицу, но нам нужно, чтобы она всегда сбрасывалась на кадр по центру, так как на единице у нас находится кадр максимально раскрытого глаза. Чтобы это изменить, кликаем на параметр IROpen правой кнопкой мыши, выбираем Edit параметр и меняем дефолтное значение ranges на 0,5, нажимаем ОК. То же самое вы можете сделать с параметром ILOpen, если еще этого не сделали. Также необходимо отразить блик на зрачке, чтобы создавалось впечатление асимметрии, будто свет падает слева. Для этого выделяем правый зрачок, нажимаем на него правой кнопкой мыши и выбираем рефлект. Таким образом блик отразился на левую сторону. На всякий случай проверяю кадры и если все устраивает, то идем дальше. Перед тем, как менять настройки физики, нам необходимо перенести также кадры с параметров левого глаза, на параметры правого глаза. Чтобы это сделать, необходимо сначала создать параметры для правого глаза. Выбираем параметр, который отвечает за пружинистость ресниц, в прошлом видео я назвала его Blink Eyelashes Y. Нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем Replicate Parameters, чтобы его дублировать. Снова выбираем параметр Blink Eyelashes Y, нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем Edit Parameter. Приписываем букву L в конце для удобства и нажимаем ОК. Теперь выбираем дубликат этого параметра, нажимаем на него также правой кнопкой мыши, выбираем Edit Parameter и дописываем букву R к названию. Не забывайте менять ID, если вы создавали параметры самостоятельно. После Param просто вставляете название параметра и убираете пробелы. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем легко экспортировать модельку в YouTube Studio. Теперь нам необходимо перенести кадры с параметра Blink Eyelashes YL на параметр Blink Eyelashes YR. Обратите внимание, что я выбрала деформер правой ресницы. Для начала выбираем параметр ILOpen, кликаем между кадрами в пустом месте, пока не появится стрелочка справа. Затем нажимаем на нее и выбираем Change. В открывшемся окне выбираем IROpen и нажимаем ОК. Таким образом мы перенесли кадры деформера правых ресниц на параметр для правого глаза. Точно так же выбираем параметр, отвечающий за прыжок ресниц Blink Eyelashes YL. Следите за тем, чтобы у вас был выбран деформер ресниц в окошке деформера. Снова вызываем стрелочку возле параметра справа, нажимаем на нее и выбираем Change. В открывшемся окне нам необходимо выбрать параметр, который мы дублировали и переименовали буквой R в конце. В моем случае это будет Blink Eyelashes YR. Нажимаем ОК. Заходим в настройки физики. Для этого нам необходимо выбрать Modeling и нажать на самое нижнее окошко с настройками. Проверяем, как работает физика на левом глазу. Тут мы должны убедиться, что при движении левого глаза правый глаз не двигается. Теперь дублируем группу, которую мы создавали для физики ресниц левого глаза. В окошке Input мы должны выбрать параметр, отвечающий за открывание правого глаза – IR Open. Поскольку мы дублировали группу, можно не трогать настройки физики, потому что мы настроили все в предыдущем видео. Заходим на вкладку Output Settings. У вас там должны быть параметры, отвечающие за движение ресниц, которые мы создавали. Просто поменяйте левые параметры на правые. Либо удалите все и выберите заново, как я делаю это на видео. Проверяю, как работают кадры на правом глазу. Обратите внимание, что они не должны влиять на левый глаз. Если у вас все работает так же, значит вы все сделали правильно. Теперь нам необходимо все то же самое проделать и со зрачком. Выбираем параметр, который отвечает за физику зрачка. У меня таких параметров два, в зависимости от направления X или Y. В моем случае я выбираю параметр, который называется Pupil Blink Y и дублирую его. Затем добавляю к названию R или L в зависимости от того, какие кадры с какого глаза я буду туда переносить. Теперь дублируем параметр по X, который у меня называется Pupil Blink X и точно так же добавляем R или L. Теперь выбираем параметр Pupil Blink XR. Выбираем деформер, который мы создавали для левого зрачка Pupil Blink X. Нажимаем правой кнопкой мыши на параметр, который мы выбрали. Кликаем на стрелочку справа и нажимаем Change. В открывшемся окне выбираем параметр, который мы дублировали до этого с тем же названием, но вместо R должна стоять буква L. Нажимаем ОК. Теперь выбираем деформер Pupil Blink Y. Выбираем параметр Pupil Blink R, кликая в пустом месте между кадрами, нажимаем на стрелочку справа и выбираем Change. Здесь нам необходимо выбрать параметр с тем же названием, но вместо R также должна стоять L. Переходим к настройкам физики. Выбираем группу, которая отвечает за физику зрачка и дублируем ее. В названии для удобства я ставлю букву R, чтобы не путать группы. Во вкладке Input меняю IL Open на IR Open, чтобы физика активировалась в тот момент, когда открывается правый глаз. Во вкладке Output меняем параметры на те же, только вместо L в конце должна стоять R. Я нажимаю Yes на выскочившее предложение о замене всех параметров в этой вкладке. Таким образом мне придется менять второй параметр. Проверяем. Вот такой результат у меня получился в конце работы. Надеюсь, что это видео было для вас полезным и понятным. Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях. Всем удачи и вдохновения! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!